Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ, в эфире программы специальное интервью Звенигород. Меня зовут Евгения Августина. И сегодня, без преувеличения, мы находимся в одном из самых аппетитных музеев Московской области, в музее русского десерта. Что здесь можно увидеть, а может быть даже попробовать, нам сегодня расскажет Татьяна Владимировна Феина, директор музея. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Спасибо большое, что сегодня принимаете нас и себя в гостях. У вас здесь потрясающая атмосфера. Вот начну издалека. Эти картины ваши? Да. А расскажите, пожалуйста, как давно вы рисуете, как рождаются идеи? Ну, рисую с детства. Я родилась в городце. Городецкая роспись известна на всю страну. И я профессиональный художник, и всегда рисовала девушек, поедающих пирожные, тортики. И любила все это. И вот так появилась идея музея. И эти картины, они иллюстрируют чаепитие. Потому что мы как раз музей про чаепитие. Мы о том, как крестьяне пили чай. Мы не берем дворянскую тему, это совсем другая история. А именно о народном чаепитии. И мы музей нематериальной культуры. У нас, конечно, есть хорошая коллекция буфетов крестьянских, посуды, утвари крестьянской. Но мы музей о традициях чаепития. И у нас музефицирован процесс приготовления угощений к чаю. Баранок, пирогов, пряников в русской печи. А почему музей открылся именно здесь, в Звенигороде? Потому что я живу под Звенигородом. Все просто, поближе к дому. Но, знаете, тема русского десерта очень ложится к городу Звенигород. Потому что здесь никогда не было промышленных предприятий в городе. Ну, была вот фабрика музыкальных инструментов в советские времена. Жители города жили за счет дачников. Здесь всегда были дачные места, очень много дачников. И жители города поставляли к столу дачников вот как раз русские десерты. Пироги пекли, ватрушки, варенье. Ну, я так понимаю, что мы сейчас с вами находимся в непростом здании. А здание, в котором размещается музей русского десерта, тоже с историей. Да, это объект культурного наследия. Мы на улице Фрунзе. Улица эта раньше называлась Савинская. Потому что по дороге к монастырю. И все дома на этой улице тоже объекты культурного наследия. Расскажите, пожалуйста, про коллекцию музея. Сначала поговорим, что посетители могут увидеть. Вот здесь просто бесчисленное количество буфетов. Как собирали, как они к вам попали? На втором этаже у нас действительно много крестьянских буфетов. Мы гордимся тем, что мы их спасли. Мы их привезли из городецкого района, из заброшенной деревни. И если бы мы их не привезли, ну, наверное, они бы или сгорели, или сгнили. Потому что деревни заброшенные, там никого нет. И уже от домов-то мало что осталось. И крыши уже нет. И мы, когда привезли, в буфетах был мох, листья. И мы их очищали и думали, что, может быть, это все зря. Потому что запах гнили стоял такой. Мы работали в респираторах. Но сейчас совершенно не пахнет. Сейчас они чистые, аккуратные, ухоженные. И мы ими гордимся. То есть это именно крестьянские буфеты? Такие были в простых избах. А вот традиция крестьянского чаепития, ну, так скажем, чем принципиально отличается от современного, ну, может быть, деревенского где-то? Понятно, в городе все быстро, набегу. Да. Вот на втором этаже у нас коллекция буфетов. Рядом еще у нас картинная комната. А на первом этаже нашего музея тоже три комнаты. Одна о советской коммунальной кухне, называется СССР. Вторая комната чайная, где наши гости пьют чай. И мы еще варим в Турке черемуху. Это я вот рассказываю, уже начинаю рассказывать о традициях чаепития. До появления китайского чая в России пили взвары, узвары. И в том числе пили черемуху. На самом деле пили и рябину. Мы вообще, когда стали изучать русские десерты, мы ахнули, как мало ели русские люди мучного, и как много ягод и овощей подавали к чаю. Полезно жили. К чаю подавали. И даже вот выпечка, пекли же, конечно, и пряники, и баранки, и пироги, и хлеб. Но она была с добавлением ягодной муки. Вот. И наша экскурсия об этом. Как в народе пили чай. Вот видите, с ягодами пили, с овощами. Вы, наверное, слышали выражение про щепаренной репы. Конечно. Репу запаривали и тоже подавали к чаю. К чаю подавали завяленные кусочки свеклы. То есть не совсем высушенные, а завяленные. Редьку. И я сейчас вам скажу слова, которые вы, наверное, и не слышали. Мазуня. Это каша из редьки. Подавали к чаю. Гамула. Яблочный хлеб. Это когда пекли коровая хлеба, значительное количество добавляли яблочного пюре. И даже в пироги, не только в начинку клали ягоды, но и в само тесто. Пирог калинник. Он полностью, тесто для него делалось из калиновой муки. Внутри калина с медом, а снаружи высушенные ягоды калины, перемолотые в муку, добавлялось яйцо и вот такой калиновый пирог. Наверное, это очень вкусно. Как вы думаете, а вот эти вкусности сейчас можно приготовить? Я так понимаю, что частично у вас здесь можно. Да, у нас есть печная комната, потому что там стоит русская печка. И крестьяне, ведь они большей частью были неграмотные. И поэтому все рецепты очень простые. Очень простые. Я вот вам сейчас скажу рецепт пряника. Самый древний рецепт. Записывать не надо, запомните. Нужно взять ржаной муки, столько же, сколько меда, и добавить пряностей. Вот именно такие пряники мы печем с нашими гостями, кто приезжает к нам в музей в русской печке. Удивляются гости, увидев русскую печь? Да, удивляются. Вообще знают, как к ней подойти? Ну, учим, учим. Но есть такие дачники, у кого тоже есть печка, оставшиеся от бабушки, от дедушки. Те умеют, но таких уже мало. А так мы учим. Гости, когда приезжают что-то выпекать, они сами печь растапливают, сами все готовят и следят за печкой, когда прогорит, чтобы вовремя поставить выпечку, и когда уже вынимать из печки тоже следят. Были и конфузы, и подгорало, и недопеченные доставали, ничего, исправляли ошибки. Но вкус еды, приготовленный в печке, конечно, отличается от вкуса. Конечно, конечно. У нас вообще печка – это магнит, это точка притяжения, особенно зимой. Из Венигородца к нам приходят чай, кофе попить, посмотреть на живой огонь. Вспомнить, как это было. Печка – это наше чудо. Татьяна Владимировна, а вот такой самый классический русский десерт – это что? Баранка, пряник, все-таки пряник, да. Потому что баранки дома мало кто пек для семьи, баранки в большей части покупали. С ними возни много. И в России было очень много бараночных пекарен. Вот мы смотрели статистику 2014 года, больше всего пекарен было не хлебных, а именно бараночных, не пироговых, а бараночных. Вся Россия ела баранки. И у нас совершенно очаровательный праздник баранки проходит у русской печки. Гости получают роли – натирщик, делальщик, ошпарщик и пекарь. Вот такие профессии были. И гости узнают, каково это было работать – натирщиком, ошпарщиком, пекарем, делальщиком. И сами выпекают баранки. У нас реконструированы старинные бараночные пекарни. Вот кажется, что сейчас у современной хозяйки чего только нет под рукой. И миксеры, и современные блендеры. Казалось, что раньше быт был намного проще. Но вот если здесь походить по комнате, посмотреть, сколько всего в шкафах находится, на самом деле приспособлений, хитрости было очень много получается. Было много, но труд был тяжелый. Все-таки вы видите. Да, физически тяжелый был труд. Приспособлений, конечно, были ступы, толкушки, сито. Но это все равно надо все ручками было делать. Электричества не было. Конечно, нам сейчас с миксером в то раз проще. Конечно. Ну и сейчас мы все бежим, все торопимся. Как вы думаете, вот эти традиции нашей кухни, они уходят потихонечку или все-таки есть, еще держатся? Ну вот, к сожалению, уходят. И вот сейчас уже модно каждой организации иметь миссию. Вот мы для того и работаем, Музей русского десерта, чтобы сохранить эти традиции, чтобы люди меньше ходили в магазины, меньше покупали полуфабрикаты и готовили сами, всей семьей. Очень много оцифрованных книг в электронных библиотеках. И каждый легко найдет старые рецепты. И мы просим всех гостей, вернувшись из нашего музея домой, собрать всю семью и приготовить какое-то блюдо, которое никогда у них не было на столе. Всех очень просим приготовить кисель. Делается просто. Вся Россия ела кисели. Раньше это наш код нации, сказки. Помните, да? Молочные реки, кисельные берега. Кисель был на столе русского человека. Каждый день фантастическое блюдо. Очень полезное. Полезнее, чем овсяные каши у англичан на завтрак. И мы для того и работаем, чтобы продолжал жить кисель, мазуня, гамула, чтобы ягоды были на нашем столе. Вот в этом миссии музея. Чтобы традиции наши сохранились. Но тут не только традиции, тут еще вопрос и здоровья. Вот сейчас модно ЗОЖ. А раньше все были ЗОЖники. А по вашему рассказу и был ЗОЖ сплошной. Конечно. И мы просто гимн поем киселю. Настолько полезное блюдо. А делали его из любых злаков. Вот эти фруктовые, сладкие кисели, ягодные, они появились только в 30-е годы. А до этого кисели были из злаков. Гороховый был кисель, овсяный, ржаной, пшеничный. Делается легко. Скажу вам рецепт. Нужно взять вот эти злаки, залить их водичкой, поставить в теплое место, например, на ночь. А утром процедить, ну, помешать, процедить. И вот эту жидкость сварить. И все, остынет. И, пожалуйста, готов кисель. Ведь правда просто. Видите, я не говорю никаких цифр в этом рецепте. Нет цифр, да? Как сейчас в современных рецептах. 200 грамм того, 300 этого. Попробуйте. Может быть, сначала и не очень получится, или на вкус не очень понравится. Он может быть меньше воды, кисель будет гуще. Он будет как студень. И кисель врезали ножом. У нас даже есть такой вопрос, на экскурсии мы задаем, что в конце 19 века не пили? Кисель, компот или чай? Да? Теперь мы знаем. Теперь вы знаете, что кисель. Потому что его ели. И еще чем кисель удивителен, если его подавали к чаю с медом, это был десерт. А если тот же самый кисель, но на ужин подавали, полив жареным луком, например, да, такой, то это уже было основное блюдо. Его подавали и к мясу, потому что он же злаковый. Так что блюдо фантастическое и очень полезное. Витамин В как минимум там более чем в достатке. А когда можно приехать в музей русского десерта и увидеть все своими глазами? Да, мы работаем каждый день без выходных. Но в субботу, воскресенье и в праздники мы бываем так переполнены, что люди ждут на улице, чтобы к нам войти. А вот в будни мы бываем даже пустые. Так что предложаю всех, если хотите, чтобы было вам больше внимания оказано, комфортнее, то приезжать в будни. А мастер-классы на будниках также проводятся? Да, мы печку топим почти каждый день, но нужно о том, что вы приедете, что-то выпекать, сообщить нам заранее. Потому что печка не может быть всегда готова к приему выпечки. Это нужно заранее, чтобы мы подготовили дрова, чтобы вы протопели. К печке могут быть допущены и малыши, и взрослые? Только со взрослыми, дети. Потому что все-таки печка опасна. И уголь может выскочить, и она горячая, огонь. Какие-то еще сюрпризы для посетителей планируется? Да. Мы всем гостям музея дарим рецепт ржаной закваски, саму закваску и рецепт, как ее выращивать, для того, чтобы самим дома испечь ржаной хлеб и рецепт ржаного хлеба. А кто-нибудь возвращался, не делился впечатлениями, пробовали, не пробовали? Да, возвращались. Но испечь сразу каравай, большой и пышный, вряд ли получится. Мы всем рекомендуем выпекать сначала ржаную лепешку. Это трудно, чтобы сверху не подгорела корочка, а внутри, чтобы спеклось. Поэтому сначала всем рекомендуем начинать учиться печь хлеб с небольших лепешек. И тогда потом получится когда-нибудь пышный каравай. Да, да, по мере умения. Ну, время программы, к сожалению, ограничено, и мы рассказали только самое-самое основное. Но если приехать в музей русского десерта, я уверена, что вы узнаете гораздо больше. А самое главное, увидите и, может быть, даже попробуете испечь сами. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...